Всем добрый день! Вы находитесь на канале Всевинвест. Это канал о недвижимости и не только. И с вами Мария. Сегодня мы с вами находимся в Санкт-Петербурге на выставке недвижимости в Эксофо-форуме. Сюда приехали мои коллеги из Краснодарского края, из Адыгеи. И я вас хочу познакомить с руководителем отдела продаж Александром Уваровым. Добрый день всем! Александр, расскажите, пожалуйста, какой проект вы сюда привезли, что вы продаете, что вы предлагаете покупателям? Наша компания занимается недвижимостью на площадке такой, как Черноморское побережье и сейчас Республика Адыгея. Сюда мы приехали именно позиционировать и рассказывать людям именно о Республике Адыгея, потому что она сейчас является самым крупным инвестиционным потенциалом вообще в принципе в России, а также в Европе. Да, я согласна. Есть ряд причин тому развитию и ценовой политике, то есть почему стоит вкладываться именно в Адыгею, о которых я сейчас расскажу. Ну, я так понимаю, будем разговаривать, общаться с вашими подписчиками. Да. Да, то есть в Адыгее в этом году стартует три государственных проекта. Первый уже запущен, это дорога на Сочи, на 46% она уже выполнена. Да, из Краснодара? Да. Через? Нет, не из Краснодара, она будет идти по Адыгее, то есть выходить будет именно на Лаганак, где мы занимаемся землей, а будет артерия 11 километров, она будет выходить на федеральную трассу и трасса называется Черниговская Адыгамыс. То есть в Сочи мы будем выходить на Адыгамыс и дорога до Сочи у нас будет занимать в среднем 2,5 часа. Классно. И Адыгее тогда вообще в принципе становится самой уникальной логистической локацией вообще. Ну, я не представляю, просто представьте, что у вас находится участок, где вечный туристический трафик. Почему? Потому что вот Адыгее, вот 2 часа Краснодар, 4 часа Геленджик, 4 часа Ростов, 4 часа Ставропольский край и 3 этих региона кушают локацию такого как Адыгее каждый день. То есть получается так, что выходные это самый огромный поток людей, но у людей выходные это постоянно отпуски. И мы видим, то есть несменяемое количество людей, просто меняются лица на неколичество. Ну, на сегодняшний день из Краснодара там уже существует классная дорога в этом направлении. Да, 2 часа летишь, я всегда говорю, 2 часа до Краснодара и 2 часа по Краснодару в любую точку. Потому что в Краснодаре, да, пробок много, но трасса Адыгее-Краснодар, это напрямую ты едешь. А также Ростов, то есть Ростов просто немножко подальше, до него ехать 4 часа. До Геленджика 4 часа, до ежа до Геленджика 3,40. Вот, и также будет 2,5 часа, периодом максимум 3 до Сочи. Вот, это первый проект. Второй проект, это этно-туристический комплекс, который будет запускаться. Лично глава республики будет курировать проект. Будет запускаться этно-туристический комплекс на 75 гектарах. Будет показан старый быт Адыгей, будут проводиться все фестивали сыра, фестивали танца адыгейского. То есть все на этой площадке. Плюс они еще присваивают порядка 200 гектар плюсом. У нас есть в близлежащих локациях земля, подходящая именно под застройку и под инвестиции. Ну и самый якорный проект, который, в принципе, взвинтит цену в ближайшие 2 года 500-1000%. Это строительство нового горнолыжного курорта от Красной Поляны. То есть 75% будет строить Красная Поляна совместно с корпорацией Туризм РФ. То есть более, сколько, на сегодняшний день 64 миллиарда вложений в этот проект. А Красная Поляна, всем известная, то есть мы видим, ну просто давайте поставим в аналог Красную Поляну. То есть когда на этапе, когда это была деревня, участки стоили там 500 тысяч рублей за участок. Ну миллион за участок. Сегодня самая крайняя точка Красной Поляны, это не середина, не розохутор. Это от 5 миллионов за сотку. А так 20 миллионов за сотку земли. 50 миллионов за сотку земли. Это на каком удалении от самого горнолыжного курорта? Это что? Красная Поляна? Нет, ну сотка земли 5 миллионов. Это окраина Красной Поляны самой. Да, окраина самой Красной Поляны. То есть там 5 миллионов. Это дешевая цена для Красной Поляны 5 миллионов за сотку. Или приведем, например, в пример Архиз, где только за переуступку права аренды вы платите от полутора миллионов за сотку. И мы имеем качественную Адыгею. На сегодняшний день вся земля – это частная собственность. То есть это уже ваша земля навсегда. И имеем рыночную стоимость на сегодняшний день – это 300-400 тысяч за сотку. Умирающий вид цены. Рынок сейчас не продавца, а рынок покупателя сейчас по таким ценам заходить, когда он активно растущий. Как будет только начнется строительство, это осветят СМИ. Естественно, ценник улетает сразу в космос. Строительство анонсировано на 3 квартал 2023 года. Будет 36 километров лыжных трасс, 19 канатных дорог, 3000 гостевых номеров. Это только новое. Именно от Красной Поляны. Мы же предлагаем землю в 20-30 километрах от горнолыжного курорта. Это именно почему? Потому что в 20-30 километрах – это ближайшая частная собственность. Все, что ближе – это аренда, к которой мы не лезем, и наших инвесторов как бы оттуда уводим. Вот, это важно. Да. Вся земля проверена, на всей земле можно строиться. Юридическая проверка, археология проверена. То есть, полный спектр всех видов проверок. Вот. Да. И что мы сегодня имеем? То есть, даже без строительства горнолыжного курорта и без всего. Почему Адыгея на сегодняшний день привлекает туристов и такой поток? Ну, во-первых, как мы уже обсуждали, логистическая доступность. Во-вторых, это идеальные дороги. И, в-третьих, это огромная туристическая отрасль развитая. То есть, это крафтинги, джиппинги, кони, пешие маршруты, пещеры, водопады. Люди едут… Ну, смотрите, то есть, почему люди едут именно туда, например. Ехать в Архиз. Ну, Архиз – классная локация, крутая, мы недавно были. Но там очень сильно разбитые дороги и очень протяженность туда ехать как бы далеко. То есть, от пяти до девяти часов в зависимости, там, откуда ехать. Либо же это… И в Архизе уже цена за сутку один миллион рублей. За переуступку права аренды. Не за собственность. Вот. Следующая локация – это, например, Сочи. Во-первых, поехать на Красную Поляну – это надо за пару-тройку дней ставить там среднестатистическую зарплату. Потому что на Красной Поляне очень огромная цена на отдых. Вот. И огромные очереди. То есть, ну, это если по горнолыжкам, почему Адыгеи будут выигрывать. Но на сегодняшний день люди едут. То есть, у вас два часа, вы в Адыгее, которую за три дня просто не объехать в плане своих достопримечательностей. Вот. Люди приехали, пятницу вечером выехали, там, воскресенье вечером уехали. И также на свои отпуски, на выходные. Есть три региона. Вот мы сегодня в Питере находимся, и люди говорят, так это же далеко. Ну, что я буду делать там? Мы, в свою очередь, мы строим под ключ, мы сдаем под ключ, то есть субаренду. И вы просто зарабатываете деньги. А то, что я объясняю, почему эти три региона важны, они важны, потому что эти регионы поглощают эту локацию. У вас целых три региона. Ну, какая еще локация, так посередине расположена. Не существует аналогов. Вот. Давайте, может, вопрос какой-то заговорил. Да, у меня вопросы, чтобы покупатели понимали, по какой входной цене сейчас можно входить, сколько стоит сотка, что вы предлагаете, сколько можно минимально покупать соток, и через сколько вы предлагаете реализацию с прибылью. Смотрите, мы, наша гарантия, то есть мы готовы, прям, ну, самая минимальная гарантия, это от 32% годовых. То есть, ну, так даже просто ради интереса, посмотрите, какая площадка вам еще предложит такой процент. Мы находимся на форуме уже на каком подряд, мы лидеры всегда, ну, то есть по минимальной гарантированной прибылью. Вот, а так, на самом деле... Ну, 32% это, я так понимаю, через год. Это годовых, минималка. Вообще, на самом деле... А то, что касается, когда у нас построят горнолыжный курорт, то это будет уже совсем другой процент. Вот, смотрите, да, горнолыжный курорт будет строиться на протяжении 8 лет. На протяжении 8 лет это очень много кругов перепродаж, и это очень огромный рост. То есть, 32% это просто минимальная гарантированная прибыль. А так это 100, 200. Наши инвестора, кто зашел, они заходили там, кто на полгода, кто на год, но они не выходят. Они видят, что их участки реально за полтора года, которые наши первые инвестора зашли, мы сами же являемся инвесторами и собственниками. Вот, наши первые инвестора заработали 400%. Представляете, 400% и он смотрит, куда выходить, зачем на таком растущем рынке продаваться. Вот. И, естественно, 32% это минимальная гарантия. А так, в принципе, 100, 200, сколько человек заработает, столько он и заберет. У нас есть короткие дистанции, длинные. То есть, человек может зайти от 3 месяцев и до бесконечности. То есть, мы не принуждаем наших клиентов продаваться, мы просто предлагаем свои услуги под ключ. То есть, мы можем построить под ключ, купить и продать под ключ. То есть, это как предоставление услуги. Просто у нас с покупателями, с инвесторами и с оборотом никогда проблем не было и нет. То есть, у нас очень большой клуб инвесторов, которым мы перепродаем. То есть, у нас есть круг перепродаж, и никогда с продажей проблем не возникает. Если человек говорит, я хочу сам продавать, или я хочу оставить себе и заниматься там самым, мы без проблем. То есть сейчас здесь я хочу акцентировать такой важный момент. Это то, что везде недвижимость стоит, но в случае у нас с землями в ЭДГ, это если тебе нужно завтра вытащить свои деньги, то в течение месяца вы эти деньги выводите обратно, плюс у нас клиент получает прибыль. Конечно. То есть с реализацией объекта нет вообще никаких проблем? Нет, почему месяц мы закладываем? Потому что на случай разных форс-мажоров. Не секрет, что в последнее время очень сильно тормозит рост реестр. Ну и всякие такие моменты, то есть на продажу мы закладываем две недели, на подбор покупателя, а остальное у нас уже просто технические моменты. Форс-мажоры так-то мы можем вывести за неделю. Есть функции ускоренных сделок и всякие разные такие лазейки. Но иногда бывает форс-мажор за форс-мажором и вываливается это в месяц. Поэтому закладываем такую... Ну под этим подразумевается у нас составление договора, его регистрация, собственно говоря, закладка денег и чейфов. Регистрация идет девять рабочих дней. То есть сделки у нас, вот повторю, абсолютно прозрачные. Сделки проходят либо в МФЦ, либо в Росреестре. То есть нет никаких схем каких-то. Все абсолютно прозрачно настолько, что... Еще до того, чтобы в Росреестре есть? Ну, можем и в Росреестре провести. Да, у нас есть. У нас огромный административный ресурс, у нас свои МФЦ, свои нотариусы. У нас в Питере сделки все только через МФЦ проводятся уже в Росреестр. У нас нету доступа. У нас есть доступ, да, ко всем. На рынке давно, как бы давно занимаемся недвижимостью. Много знакомств, много ресурса именно административного. Вот. Да. А какой был еще, на чем мы должны... Я хотела, да, еще раз повторить вопрос по поводу того, что у нас, значит, строительство горнолыжной базы завершения через 8 лет, да? Какой вы рассчитываете будет процент по росту цены? Вообще, возможно, предположить? Невозможно. Мы пытались мониторить... Давайте минимальный подумай. На ближайшие 2 года мониторим, то есть на ближайшие 2 года с запуском строительства. Это где-то 500-800 процентов. Ну, вообще тысяча на самом деле. Просто, когда мониторишь какие-то такие... Ну, то есть почему 32 процента, почему 500-800? Потому что это как бы фактическая, ну, реально, то есть обоснованная цифра. Но 500-800 процентов это никто не предложит. Это и так хорошо. А так оно и больше. Мы прогнозировали в Геленджике в свое время, когда был взрыв цены, и когда начинали запускаться проекты, мы прогнозировали 200-300 процентов. Выросло 700. Ну, и сейчас вы основываетесь ведь не на Геленджике, а на Сочи. Мы основываемся именно на Адыгее. На Сочи, да? На примере роста цены земель там. Мы основываемся на Адыгее, на вливаниях средств. То есть горнолыжка, дорога там и этот туристический комплекс, который я затронул, это не единственные показатели. Сейчас планируется строиться аэропорт столицы Адыгеи. Также строится уже на половину, процентов на 60 построен самый крупный склад Озона в России, Озонологистический центр. То есть там сколько? 6,8 миллиардов в него выделено. Полная реконструкция Адыгеи. Это дороги, это здания реконструкции, это новые школы, садики, лечебницы. То есть еще будет приток рабочих мест. Целостное развитие Адыгеи, целостное. То есть и люди переезжают в Адыгее. Потому что жить в Адыгее, например, жить в Краснодаре, это сейчас Краснодар уже переполненный рынок. Жить в Адыгее, в Адыгее есть места, где там 15 минут до Краснодара. Да. Да. Вот. И то есть Адыгею мы берем вообще полностью как локацию. Мы туда навсегда переехали, и у нас цель там развивать. То есть Адыгею мы своими проектами тоже плюсом. И на сегодняшний день, вот мы, интересный разговор сегодня, мы провели такую аналогию, посчитали прям, все в цифрах вывели, и человек вот здесь вот, ленинградский, ну в общем... Питерский. Да, мужчина с женой шли и подходят ко мне, говорят, вы знаете, здесь квартиры продают, это выставляют по ленинградской области. Я говорю, ну давайте поговорим, мы начали обсуждать и начали считать. Я говорю, а какой у вас бюджет? Он говорит, 10 миллионов. 10 миллионов рублей бюджет на квартиру. Я говорю, это сколько будет квадратных метров? Он говорит, ну по рынку Питера, говорю, не понимаю. Он говорит, ну примерно рассчитываем там либо однушку побольше, либо двушку там, где-то по отдаленней районе. Это с ремонтом, чтобы ее сдавать. Я говорю, у вас цель сдавать? Он говорит, да. Я говорю, сколько вы будете получать примерно со сдачи квартиры? Он говорит, ну примерно рассчитываю там, ну в сезон, там не в сезон, не в сезон, ну примерно там от 25 до 40 тысяч рублей. Ну в идеале 40. Ну да, это где-то так, 35-40. Да, то есть, ну говорит, там в какие-то там слабые месяца. Хочу, говорит, сдать на длительный срок там одним людям, чтобы они постоянно жили. Ну вот примерно там 40 иметь и хорошо. Ну плюс они коммуналку будут платить. Чистыми 40, чтобы выходили. Я говорю, смотрите, и мы начали считать, я говорю, в Адыгее на сегодняшний день можно приобрести земельный участок, построить на нем два Афрейма. Это сейчас очень, то есть, это альпийские домики, так, русским языком, чтобы не все пока... Я вставлю потом карточку. Да, вот. То есть поставить два Афрейма, либо вообще глэмпинги, это самая минимальная сумма вложений будет, и окупаемость огромная. Вот. И начали считать, самый дешевый Афрейм, сдается сейчас в Адыгее, именно в туристической части, это 5000 рублей в сутки. А средняя заполняемость годовых, это 70%, потому что у Адыгее нету сезонности, и она качает круглый год. Но будем считать по самым минимальным показателям, то есть по самым худшим. Самый худший показатель, это 10 дней в месяц заполняемость. На 10 миллионов мы спокойно покупаем крутой участок, строим на нем два Афрейма. Два. Ну, для начала. Каждый Афрейм будет сдаваться 5000, даже по минимальной ставке. То есть два Афрейма в месяц будут приносить, в любом случае при худшей заполняемости, 100 тысяч рублей. Давайте посчитаем, сколько у нас расходов. Ну, расходов у нас получается, грубо говоря, с коммуналкой, со всем-всем-всем, с уборкой, со стиркой, с глажкой, это будет порядка 30 тысяч рублей на расход. Того у нас 70 тысяч при худшем раскладе. При худшем. Я сейчас расскажу, какой запустил проект в этом году я. Ну, я на минуточку вставлю. Я 7 декабря же у вас была. Да. Свободных номеров не было. Я на самом деле, да, я с ребятами общаюсь, я им полностью доверяю, но я решила провести свою проверку. Я просто прозвонила. Все базы отдыха, все гостиницы, свободных номеров не было. Я жила в номере, который у ребят выделен именно под клиентов, и меня в него заселили. То есть он забронирован под клиентов всегда. Вот. А свободных номеров не было, и минимальная стоимость, которую мне называли, это было 3 500 за номер. Это за номер, да? За номер. Вот. Чтобы вы понимали. 7 декабря. Я из праздников помню только день рождения друга своего. Ну, то есть никакой не праздник, ничего. Обычный день. У нас, да, у нас есть такой номер, даже сколько, три номера, которые у нас проплачиваются каждый день. Почему? Потому что клиенты приезжают каждый день, и бывает такая ситуация, что мы не успеем, они забронированы все время. Сейчас мы запускаем свое строительство, и уже, в принципе, под сдачу. Я вам сейчас расскажу свой лично опыт, который я получаю. То есть я живу на участке, у меня один дом, в котором я живу, и два домика под сдачу. Один домик я сдаю 5000 рублей в сутки, он маленький, с одной комнатой. А большой дом с двумя комнатами за 7000 в сутки. Летом я буду сдавать 7 и 9. Запустилось это только, получается, в конце января, и у меня, получается, сейчас по марту я еще не мониторил, не считал, не подбивался. А за февраль, февраль считается самым мертвым месяцем. Почему? Потому что заканчивается январь, там до 15-го числа все забито, а потом люди как-то уезжают, и вот середина января и там до конца почти февраля, это вот, но они не голые, все равно людей очень много, но как бы самые такие просадочные. Ну, они и в продажах считаются просадочными, да. Да, везде, в принципе, не только в Адыгее. У меня вышло с двух домиков 180 тысяч грязными. А с двух домиков, то есть, получается, вышла у меня коммуналка, уборка, ну, у меня там ребята занимаются, у меня, честно, времени не хватает. Вот. Уборка, стирка, там, глажка, у меня там все, ребята приезжают, там, уборщица приехала, убралась, коммунальные услуги, интернет, ну, интернет, ладно, тысяча рублей в месяц, но все равно. Все эти расходы у меня вышли 43 тысячи рублей. Итого чистыми я поимел 137 тысяч рублей. Да. 137 тысяч. Учитесь, ребята, зарабатывать. То есть, да. А ты сидеть там некоторые, я знаю, иное. Уже денег нет, заработать негде. Они просто не знают, многие люди, не знают. Сколько вот этому мальчику лет? Учитесь у него. Ну, то есть... Это, знаешь, эта сказка, сколько тебе лет? 40 еще нет, да, 30 еще нет. Совсем молодой. Ну, как бы, в том плане, что это не основной там уровень дохода, основной это земля, которая, как Марк Твен сказал, и у нас это везде написано, покупайте землю, ее больше не производят. Да, это Марк Твен сказал, и это реально очень качественная фраза, которая будет жить всегда. И, в принципе, ну, земля на самом деле вошла, не вошла, а имеет уже очень давно твердую позицию, первое место в списке самых крепко стоящих ресурсов на уровне, на рынке инвестиций. Она никогда не падает. Земля, ну, как продукт, тот, который никогда не станет ненужным. Его не становится больше. Это непроизводимая какая-то, непроизводимый продукт. Особенно в курортном районе, да? Вот, это про землю в целом. А мы привязываемся, наша компания... И не в болотах Санкт-Петербурга. Топких местами. Ну да. Вот, а мы привязываемся именно к туристическим местам, то есть Черноморское побережье, Адыгея, туда, где есть обоснованный рост. Ну, то есть, почему он будет расти, и ты можешь, не прибирая ничего, там, ну, как, знаете, там, где-то ты приходишь, тебе говорят, да, вырастет, ну, вот, поэтому, поэтому. Здесь есть аргументы, факты, и, в принципе, очень много доводов и поводов, почему будет расти земля. Вот. Питер мне очень нравится, крутой город. Но только я не смогу здесь жить, потому что я привык жить 320 дней в солнце. В год. А сюда я приезжаю четвертый раз. Мне кажется, людям уже платят за то, что они... Мне кажется, что ты так приехал, я Питер сухим никогда не видел, представляете? Слушай, я на самом деле могу сказать... Ну, все говорят... Я могу сказать... Позавчера солнце... Позавчера я могу сказать, бездеся восьм утра я прошелся от того, что мне светило солнце, и оно светило час. Ну, вот. Почему такие молодые люди умеют зарабатывать деньги, соображают, как это сделать? Потому что у них светит солнце, у них мозг активный. Они проснулись, да, солнце светит, все хорошо, побежали, быстро идти, головы сыпятся, их надо реализовывать. Правильно? Конечно. Вот. И, в принципе, ну, я же говорю, своей инфраструктурой, своей архитектурой Питеру мне нравится безумно. Но я бы не смог здесь жить, потому что, вот, я метеозависим. Погода меня вообще... хожу вялый, там я привык бегать, солнце светит, витамин D у меня вырабатывается, там круглосуточно. Загарит что-то на тебе меньше, чем на мне. Ну, местные же не загорают. У местных либо летом... спроси, где я загораю. Знаешь, где я загораю? У меня окна на восток выходят. Я пока с клиентами общаюсь, сейчас по телефону с утра, дежурные прозванные, сижу на солнышке. Вот. Так что я забираю все, что нам светит по утрам. Вот. Ну, поэтому, да, основная часть нашего, вообще, повествования, и почему мы вообще ездим по форумам, рассказываем о себе, то есть, в последнее время, с каждым днем, и с каждым годом, месяцем, так сказать, Адыгея все меньше, меньше и меньше нуждается в рекламе. Вот реально. Ну, и знаешь, я можно одну еще тоже маленькую вставочку вставлю, потому что многие люди могут не знать, что такое Адыгея, но они гораздо чаще слышали, что такое плато Лаганаки, да? Да. В плато Лаганаки у нас ходят экскурсии из Сочи, из Анапы, из Геленджика, и, ну, это такое красивое, красивое место, да, о котором вообще написано во многих источниках. Да, да. На плато Лаганаки зимой лежит снег, ой, летом лежит снег, зимой он там тоже лежит, некуда им одеваться, вот, и на самом деле у нас плато Лаганаки, оно с чем сравнимо с альпийскими лугами, да, и там у нас идут разные поясы нашего земного шара, и от низа до верха, то есть, когда мы наверх поднимаемся, мы там видим пояс по своей природе, такой, который у нас присутствует в северных широтах, то есть, внизу у нас лето, а наверху у нас север, и там присутствует эта природа, эти растения, в том числе, там растет черника и брусника, вот, и поэтому эти места, они вообще интересны тем, что поднимаясь на высоту, ты проходишь наш земной шар, то есть, вот эти 2500 километров, которые мы едем от Петера до Краснодара, мы просто поднимаемся наверх, и у нас идут все пояса. Ну вот, мы на машине сейчас приехали. Вот, мы стоим, кстати, на фоне, да, вы показываете Адыгею, вся вот эта вот красота, задним фоном у нас там уже светит солнце, уже поют течки, в декабре было, птицы там пели, как у нас они поют весной. Это вот именно там. И что еще я хотела добавить, то, что на самом деле в Адыгее построено много бас с горячими источниками, люди ездят туда лечиться, да, там термальные источники, там круглый год можно под открытым небом принимать термальные источники, и там получается источники, они имеют разную природу, да, своего наполнения от разных заболеваний, да, можно лечиться. То есть за этим туда люди туда едут, и это намного дешевле, чем ехать куда-то за границу. А то, что касается, как ты сказал, Анапа, Краснодара, Ростов, то, что ехать всего 4 часа, ты приехал, полечился, покупался, уехал домой, дальше работаешь, это тебе не надо пересекать границу, лететь на самолете, болеть головой, как-то туда. И есть вечный потребитель. Приедешь и вернешься. То есть, конечно, и еще такой немаловажный фактор, это то, что водоги, то есть, помимо, да, термальные источники, помимо них есть еще достопримечательности, водопады, пещеры, и люди едут за активным отдыхом сегодня. То есть, когда построится там горнолыжка, у людей будет помимо горнолыжного курорта, еще вот рафтинг, кони. Есть, кстати, такой вот, вы говорили, есть такой 30-й маршрут, очень известный. Я по нему хочу пройти. Три дня с песнями, с кострами. Три дня всего? Ну, это с кострами и песнями, так сказать. Ну, с остановками. А вообще, у меня ребята знакомые за полтора дня дошли. Вот так вот пошли, например. Ну, со сном, естественно, без сна, полтора дня, как бы такое. Вот. И поэтому Адыгея на сегодняшний день мы имеем реальный шанс зайти по уникальной цене, а точка входа у нас начинается на сегодняшний день хорошего, качественного участка от миллиона рублей. Это умирающий вид цены, которого... Сколько соток? В зависимости от локации, то есть, вообще, начинается в Адыгея от четырех соток по правилам землипользования и застройки. Это строительство. То есть, в зависимости от локации, вообще, начинается земля от четырех соток. На сегодняшний день можно найти участки за миллион у нас. А завтра, послезавтра их, возможно, уже не будет, этих цен. Вот. И все больше и больше людей заходят с миллионом, с полтора. Мы сегодня имеем товар, который предложили. Завтра его может не быть. Вот. И да, и мы имеем такой шанс сегодня зайти. Я же говорю, самое приятное, это когда ты имеешь бизнес на активно растущей земле. То есть, у тебя пассивный доход подкрепляется активным ростом. И твоя земля всегда ликвидна. То есть, тот бизнес, который ты построил, он тебе приносит на этапе своего существования доход каждый день. А при продаже ты имеешь... Ну, приятно же, когда покупаешь машину, вот на примере, да, покупал машину новую за, там, миллион рублей, а при продаже ты ее продаешь за 2 миллиона рублей. Ну, и самый основной момент, почему мы привязаны, и почему мы там вообще находимся каждый день. Для меня всегда цель, целью основной являлась, это у нас есть факторы, да, то есть, люди, многие сейчас могут заходить в ипотеку. Но когда ты покупаешь, например, квартиру в ипотеку, и ты считаешь, сколько лет тебе надо, чтобы ее купить, там, ну, со ставкой от 8%, грубо говоря, да, ты считаешь, там, ну, реально такое количество лет, что с ума сойти. Если ты к ним прибавляешь еще 15-17% инфляции, то понимаешь, что ты даже не сохраняешь свою покупательскую способность, а АДГ дает шанс даже при минимальной гарантированной доходности, ну, давайте посчитаем, возьмем ипотеку, пусть ставка будет даже 12%, да, ну, самая такая, как бы, 17% инфляции, это 29%, при минимальной, минимальной доходности 32%, это вот минимум-минимум, вы обгоняете даже инфляцию со своей ипотекой, вы как минимум сохраняете средства и приумножаете, а если у вас выросло, как у нас вырастает у всех инвесторов, 100, 200, 300%, а если вы еще на точке входа, которую мы даем своим инвесторам часто, ну, почти все время, цену ниже рынка, и когда вы заходите на точке входа на 70% ниже рыночной стоимости вокруг, вы уже покупая зарабатываете и зарабатываете еще сверху 300%, ну, считайте, как бы, тут, в принципе, цифры вот такие вот. Да, сели, взяли калькулятор, перевели, миллион рублей умножили на тысячу и посчитали, сколько вы через 8 лет сможете купить квартиру. Пишите в комментариях. Ну, я думаю, что ты хорошо изловил информацию. Звоните мне по телефону 8-965-023-09-97, я вас направлю к Александру, отвечу на ваши вопросы, если есть необходимость, съезжу вместе с вами в Адыгею. А сейчас мы уже будем заканчивать, да, всему хорошему, когда-то приходит конец. Ждем вас на плато Лаганаки с лыжами и с чемоданами, с маленькими сумочками денег, да, отправлять вас будем оттуда уже с большими чемоданами. У нас есть продукт туристический, инвестиционный тур, сейчас, секундочку, извиняюсь. Да, мы всех ждем, проведем полный показ локаций и покажем как инвестиционную часть, так и туристическую. Вы отдохнете и используя время проведете. Да. У меня записаны два видео, вот то, что я ездила в декабре, можете, да, опускаться по ссылочке и смотреть меня на месте. Я сделала видеоотчет, там все наглядно видно. В общем, мы вас ждем, чтобы вас принимать с маленькими сумочками и отправлять с большими чемоданами денег на флотолога Найке место встречи. Всем до скорого, пока. До свидания.